Серый бетон и кое-где асфальт. Покрытие аэродрома мало чем отличается от городских дорог. Только вот длина двух главных пулковских улиц, взлетно-посадочных полос почти 4 километра каждая. В сутки по ним пробегают от 300 до 500 самолетов. Еще в прошлом году зимой полосы чистили от снега в два прохода, но теперь этого уже мало. Интенсивность перевозок все время растет. В 2012-м решили вложиться в уборку по-крупному. Мы потратили более 300 миллионов рублей в этом году на подготовку к следующей зиме. Мы фактически, вот эти количественные изменения, они переходят в качество. Если раньше мы чистили взлетно-посадочную полосу за два прохода, начиная с этого года мы будем чистить за один. Спецпарк Пулково в этом году пополнился шестью новыми рабочими лошадками. Теперь всего 43 единицы. Вот такие тракторы предназначены специально для уборки снега со взлетно-посадочных полос и рулежек. Их сконструировали в Финляндии и теперь используют во всем мире. Восьмиметровый плуг делает их довольно неповоротливыми, зато для нужд авиации такие машины идеальны. В Петербурге новую технику осматривают придирчиво. Самое важное наличие хороших клубов, счетов, хороших напиток. Ну и по безопасности наличие маяков, хорошего света, освещения. Потому что зима, это в основном работа в темное время суток. Ну и безопасность, чтобы было видно, проблесковые огни везде. Мы сработаем на аэродроме. В отличие от городских улиц, на аэродроме важно не столько отсутствие наледи, сколько так называемый коэффициент сцепления. То, насколько уверена полоса держит садящийся или взлетающий самолет. В этом году в Пулково впервые будут использовать уникальную машину. Она автоматически вычисляет важный параметр. Правда, показать журналистам ее не смогли. Застряло на таможне. Зато продемонстрировали другую свою гордость. Единственный в России автокомплекс для разбрызгивания антигололедной смеси сразу по всей полосе. Главный герой всей этой аэродромной истории вот этот автомобиль. Новейший распределитель химических реагентов. Размах складных крыльев 45 метров за один проход он может прокрыть любую из взлетных полос аэродрома Пулково. После того, как счищен снег, только от него зависит, насколько прочным будет сцепление колес самолета с бетоном. 10 минут вместо прежних 24. Таковы новые нормативы по очистке взлетных полос от снега. Перебоев в работе аэропорта из-за сугробов теперь быть не должно, обещают специалисты. Мы позволяем повысить коэффициент сцепления на какое-то время. Коэффициент сцепления нужен необходимый пилот, чтобы вовремя нормально не потерять путевую источность самолета на взлетно-посадочной полосе при плохих метеоусловиях. 22 июня через Пулково прошли 45 тысяч 72 человека. Это был пиковый день. Для зимы, конечно, показатель недостижимый. Но в недалеком будущем это станет ежедневной нормой, уверены специалисты. А значит, запасной аэродром надо готовить уже сейчас. Сергей Загадский, Дмитрий Ферстанов, Вести, Петербург.